Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 января, у меня сегодня день дегустации. И так как как раз у меня на столе вот эти все законсервированные мои томаты, я сейчас сразу расскажу вам тему, которая относится к посевной 2019. Тема такая, какие сорта выбрать для консервирования. Потому что, когда я говорила о том, какие у вас должны быть томаты на участке, я говорила, что если вы кушаете только салат, то можете одни крупноплодные посадить. Если вы кушаете салат и хотите законсервировать, то нужно добавлять еще вот такие различные для консервации. Ну, короче, все, разные томаты должны быть. И сейчас вот эту группу, которая идеальна для консервирования, мы рассмотрим. Конечно, если вы делаете консервацию вот так вот, видите, можно и дольками просто разрезать любой томат, хоть мясистый, хоть не мясистый. Я часто делаю вот такие десертные заготовки из крупных томатов. Но тем, кто любит именно вот такие пальчики красивые в баночках, смотрите, какие они красивые, именно вот такие вот цельноплодные консервирования, то нужно для этого подобрать несколько сортов специальных для консервации. Потому что эти сорта, они и удобно в банку укладываются, вот смотрите, вот эти палочки такие, и красивее смотрятся. Если у нас разрезанные дольками, они немножко как бы теряют, все равно форму такие, то эти они выглядят идеально. Сейчас пройдемся по сортам. Конечно, есть специальные сорта для консервирования, и они как бы на пачках даже написано у них. Вот, например, всегда указывается дамский пальчик, что это такой классический, всем известный сорт именно для консервирования. И кто его высаживает, выращивает, люди выращивают специально для этих целей. Или, например, трюфель красный, считается тоже классический сорт для консервирования, его можно и кушать, и консервировать. Но есть сорта, которые просто по форме своей и по размеру идеально подходят, чтобы их в банку уложить. Я сейчас назову сорта со своего каталога, но вы по принципу моего отбора, вот какие я называю, я буду вам немножко о них говорить, вы поймете, какие сорта нужно вам выбрать, если, например, в ваших магазинах нет этих сортов. Вот, первые у меня, Демидов, Настенька и Алтайский сюрприз, они не очень мелкие, но люди, насколько я знаю, кто их выращивает, первые плоды кушают в салаты, а следующие, которые уже более мелкие, они их консервируют. Они тоже подходят для консервирования. Также и Ринет, и Санька, и Петруша Огородник, все мелкоплодные томаты, которые помещаются в банку, они все подходят для консервации. Хотя там не написано на них, что они специально для консервирования, но все они туда подойдут. Консервировать можно и буян, и челнок, и перчики. Ну, конечно, лучше всего подходят вот такие, как банан красный, банан оранжевый, дамский пальчик, огородный колдун, именно своей изысканной формой. Они позволяют нам консервацию делать красивейшую, вот такую яркую. Особенно, если мы укладываем томаты разного цвета. Вот у меня здесь Мисс Америка и Очарование, двухслойный такой вот банка, видите, желтый с красным. Это тоже красиво. Я еще рассказывала осенью, когда розовый, желтый и красный укладываем. Я укладывала розовую жемчужину, потом желтую медовую каплю и красный, ну, не помню, не важно там какой, пусть будет полюс. Вот еще баночка. Вот это у нас русские колокола. Видите, десертная такая банка. Русские колокола и маленькие гномики. Вот оранжевый, продолговатый и красный круглый тоже нам дает очень восхитительную, чисто эстетическую красоту. Потому что многим людям не столько важно скушать, а сколько перед этим полюбоваться, восхититься красотой этих томатов. Дальше идем. Конечно, все маленькие вот эти. Полюс, снежная сказка, метелица, таймыр, аляска. Вот эти сибирские, которые выносливые, неприхотливые, их все можно консервировать, потому что они именно вот такого размера. Они как стандартные шарики такие, теннисные. Потом ляна, колобок, сибирячок, бутуз, гном, медовая капля. Хочу особо сказать о медовой капле. Вчера открывали медовую каплю. Одна женщина почему-то написала в комментарии, нет томата, не видела томата, ужаснее, чем медовая капля. Я вообще не поняла, зачем она так написала. Медовая капля, это одна из самых сладких томатов. В консервации очень красивая, во-первых. Во-вторых, она именно для десертных заготовок, для томатов, подходит идеально. Так вот, голубая капля, мисс Америка. Вот она, мисс Америка. Различные, даже можно консервировать, пиноккио. И вот эти балконные, люди их тоже консервируют, и они тоже получаются хорошими. Розовая жемчужина, барнаульский консервный, штамбовый засолочный, засолочное чудо. Потом Дебарао, и черный, и розовый, и красный, все-все-все. И акварель, дюшес. Вот акварель и дюшес, хочу сказать о них отдельно. Это грушевидные, группа грушевидных вот таких томатов, которые именно грушками. Они никогда не бывают большими, они маленький размер, идеально для засолки. Туда же можно пасхальное яйцо к этой группе отнести. Потом идет у меня Казанова. Ну, Казанова, я уже про него говорила, он оказался из-за того, что у него, так он как, не очень сочный, он не идет на сок. В нем больше всего вот этого мяса. Но из-за этих же своих характеристик он идеально подходит для соления. Не разваливается, не теряется форму. Вот как он висел на кустах, вот такой, видите, так я его сюда положила, его вытаскиваешь из банки, он такой же, он мясистый такой. И как некоторую помидорку достанешь, она раз и вылилась. Он никогда у вас не выльется. Но это, конечно, зависит от того, как вы его сколько будете там держать, кипятить, заливать сколько раз. Но он идеален для консервации из-за своей формы, из-за повышенного содержания сухих вот этих веществ. Дальше идет. Теща язык прекрасна. Мархотская кисть прекрасна. Дальше. Так, грибное лукошко нет, пуза тахата нет. Для цельноплодного они не подходят, это слишком такие, они огромненькие. Потом. Голицин подходит. Прекрасно. Такой вытянутый, тоже как подвид сливовидный, или пальчиком он, как лучше его назвать. Все, у меня, я своих дошла до конца, у меня больше нет. А, нет, вру, пропустила. Перцевидный желтый, идеально подходит. Дальше. Очарование, вот она. Идеально подходит. Челма. Идеально подходит для засолки. Это то же самое, что трюфель красный, только другой томат, он немного похож, такой трюфель видный. Дальше идет. Трюфель красный подходит. Денежное дерево подходит. Оранжевые сливки идеально подходят и для консервирования, и для вяления, и для запекания. Дальше. Так. Сосулька розовая подходит. Алые свечи подходят. Золотая рыбка. Идеально для засолки. Она вот как такая же, как русские колокола. Вытянутая, только ярко-ярко-желтая. Потом груша розовая подходит. Так. Алтайский розовый, алтайский оранжевый. Нет. Это очень крупные. Воловье ухо подходит. И... Так. Сейчас подождите. Подходит клуша. Подходит москвич для консервации. Черный мавр. Старик хатабыч. Так. Это все крупные, крупные, крупные. Это не подходит нам. Супер экзотик подходит. И мило. Все. Вот у меня есть 200 сортов. Вы видели, что я назвала не так много. Наверное, меньше половины. Потому что все крупноплодные и мясистые у нас подходят только для консервирования дольками. Я говорила сейчас о цельноплодном консервировании. Выбирайте сливовидные, грушевидные, перцевидные, пальчиковые и шарик. Шарик вот такой круглые, не больше размера теннисного мячика. Вот эти сорта подходят идеально, но лучше, если при покупке вы удостоверитесь, что на обратной стороне написано, что это засолочный сорт. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это вот самые такие распространенные, назвала классические засолочные сорта. И те, которые в принципе можно консервировать. Желаю удачи. Перед тем, как посеять, разбейте на группы, каких сортов вам сколько надо. Или вам больше нужно для засолки. Если вы будете давить больше сока, то неважно вот такой формы выбирать. Можно выбирать любые круглые и крупные всякие. Перед тем, как начать сеять, обдумайте, какие сорта вам лучше нужны. Каким вы отдаете предпочтения, чтобы потом не было так, что одних много, а другого вида совсем нет. До свидания.